Мероприятие, посвященное памяти революционера Тадеуши Костюшко, состоялось на базе Брестского областного лицея. Организатор 13-я школа города над Бугом. В гости к Брещанам приехали представители одного из учебных заведений страны-соседки Польши. Наша школа носит имя Тадеуша Костюшко. Это наш патрон, покровитель учебного заведения. С 13-й Брестской школы мы сотрудничаем с 2014 года. И, конечно, с удовольствием приняли приглашение и сегодня участвуем в конференции. Чем эта конференция будет отличаться от многих других? Это тем, что это совместная работа педагогов и учащихся. Не только нашей школы, но и польской школы. Наши страны имели единую историю. И поэтому это позволит нам сблизиться не только как учители-ученик, но и также как Республика Беларусь с Республикой Польши. В ходе мероприятия его участники выступали с докладами на трех языках – польском, русском и белорусском. Предварительно спикеры провели серьезную краеведческую и исследовательскую работу. Ребятам и их педагогам удалось найти много важных, малоизвестных и просто интересных фактов о жизни и наследии военного и политического деятеля. Я буду рассказывать сегодня о деятельности Костюшка в США во время войны за независимость в Америку. Во-первых, это одна из самых любимых мыхтем вообще в истории – война за независимость в Америке. Я расскажу, почему Костюшка решил уехать так далеко. Америка находится на другой стороне земного шара. Почему он туда уехал, что он делал и почему он считается именно национальным героем США и не только США. Вообще я буду рассказывать на польском и буду я рассказывать о жизни самого ТДУша Костюшки, как он родился, где, где умер. Это не очень просто, но я изучаю польский язык. В школе у нас есть кружок, и поэтому мне было легче его учить, так как я изучаю сам язык. По словам педагогов, дети-участники конференции проявили большую активность в работе. Их не пришлось заставлять или просить. Ребятам было интересно узнать как можно больше о человеке, чье имя настолько прочно вписано в историю нескольких стран, что даже две сотни лет не смогли его ни вычеркнуть, ни даже сделать менее ярким.